Здравствуйте, меня зовут Светлана. Сегодня мы расскажем просто о обычном нашем дне. Расскажем о каких итогах мы достигли в этом году, что у нас осталось на сегодняшний момент и что мы будем планировать дальше. Ну что, вот сейчас мы находимся с кроликами. Они у нас в небольшом количестве. Кто давно смотрит меня, прекрасно знают. Сидят они на улице, рожают на улице. Чистим мы через день. Кормление у нас сено, солома, овес. Вот, обязательно сейчас идет кормовая свекла, потому что ее в этом году выросло в хорошем достатке. И это, как говорится, сочные корма. Девочка у меня, крольчиха, одна уже кролилась. Другие в запуске сегодня будут действительно проверять, действительно ли они покрылись или нет. Ведь, как говорят, плодятся как кролики. Увы и ах, нет. Не каждая крольчиха может забеременеть с первого раза. И не каждый самец работает на все 100%. Вот мы чистим клетки. Как вы знаете, сейчас неделя очень напряженная. Готовимся к новогодним и к праздникам. Но и о хозяйстве забывать, конечно же, нельзя. Вот мы просто вычищаем все вот это. Видите, они вот так сено переделывают на кусочки. Хорошо, как раз хорошо кушать моим курочкам. Все это уйдет курочкам под ножки. Потому что все они перекопают. А весной мы от курочек как раз на огород уже будет все хорошо перегнившее. Здесь у меня вот такие малыши. Видите, малюсички. Уже не малюсички, конечно. Но еще в этом возрасте они могут сидеть вместе. Все кролики уже заказаны. У нас небольшое хозяйство кроликов на мясо. Вот те, которые уходят к новому году, уже уходят под заказ. В конце недели мы их, конечно же, повырубим. И будем выращивать дальше молодняк. Мы много пробовали пород. Но в этом вообще остановились уже третий год. Мы на французском баране. Вот это у меня помесьные крончатки. Мама у нас помесь строкача. Не чистые девочки. А папа у нас чистые бараны. Так как сейчас у нас где-то минус 2, минус 1, погода в этом году, конечно, такая вот. Ну, погода есть погода. Соломы много я не стелю. Но так как на все-таки зиму, ночью-то прохладно, маленький слой соломы нашему мальчику, его зовут Тесей, сегодня будет красная свекла. Раз в неделю можно. Даже раз в две недели. Они прекрасно ее кушают, потому что в ней очень много сахаров. Еще потом, когда он покушает, у него десе все розовенькое, у него такой подбородочек, потому что мальчик у нас уже взросленький. И папа он у нас хороший. И по благотворению, и по поведению. Вот. Все. Вот это их сегодня на целый день. Сено, солома, вода, конечно, подливается, потому что проказники многие выливают воду. Вот. Маленькие свеклу не очень кушают. Маленькие у нас сегодня получат морковку. В этом году урожай был всего шикарнейший. Хотя лето было тоже такое, то жаркое. Весна была очень холодная. Но все хорошо поросло. Вот смотрите, видите, от свеклы он розовый, как поросеночек. Но ничего вкусненькое и сладкое. Главное не перебарщивать. Ну вот зайками мы сделали все. Маточники я тоже приготовила девочкам. Начнем. Придем к курочкам. В этом году мы пробовали ливенскую породу. Кто меня давно знает, смотрит. Там от самой закладки яйца до вылупления и вот до яйценосности порода очень хорошая. Также в этом году я оставила цветного бролера. Девочки несутся хорошо. Вот видите, она на первом плане красавица ходит. Мы тоже про них рассказывали. Бролера выводили. Были шикарные бролеры в этом году. Масса набора была сумасшедшая. Индюки тоже были. Выводим каждый год. И выращиваем. Индюков уже, конечно, заложили. Потому что они содержатся плюс 20 и минимум. Но сейчас погода. Мы индюков где-то убираем в конце сентября. Чтобы, как говорится, разгрузить наши руки. Чтобы было чуть-чуть полегче. И все-таки эта птица уже набрала вес. Я не догоняю птицу до 20 килограмм. Мне это не надо. У меня нет задачи вырастить что-то такое громадное, большое. Нет. Так же и с кроликами. Мясо должно быть живое, вкусное и полезное. Это мое личное мнение. Еще у нас остались гуси. У нас поголовье маточное. В этом году гусят не оставляло. Всех вылили и всех сразу продали. Так что гусей в этом году, девчонки у меня спрашивают, на мясо у меня, конечно же, нет. Сейчас пойдем к перепелам. Перепела тоже спрашивали, есть у вас или нет. Есть. У нас немного. Мы не держим много перепелов. Каждый год выводим тоже сами. Там тоже много роликов. Но сейчас, как вы знаете, скоро уже начнется новый инкубационный период. И все пойдет заново. Все как всегда. Сейчас пойдем почистим у перепелов. Покажу, как мы их содержим. Чем мы их кормим на сегодняшний момент. И какая рентабельность вообще. Но с птицей, хочу сказать, индюки вообще шикарные. Если все делать с чувством, с толком, с восстановкой, птица прекрасная. Мясо вкуснейшее. Бройлеры тоже. Вот цветной бройлер тоже. Он отнесется у меня и тоже пойдет в забой. Потому что весной все повторится заново. Девочки мои, несутся. План мы с ними к новому году выполняем. Вот стараемся как можем. Птица гуляет в любую погоду. Минус 20 у нас в этом году не было. Минус 15 было. Они сами выходят. Сами заходят. Все у нас загорожено. Чтобы никто к нам. Крыша у нас тоже на вес есть. Чтобы никто к нам чужой не проник. Собака у нас, вы знаете, Боня. Тоже наш любимый охранник. Мыши у нас справляются наши кошки любимые. Которые сейчас балдеют на диване. Вот. Сейчас пойдем к перепелам. Вот я вынесла перепела из старая. Это техасский перепел. Перепела у нас. Мы их меняем каждый год. Ни два, ни три не держу. Меняю каждый год. Вывожу. Завожу новое яйцо. И оборот постоянно делает. Несут они яичко. Очень хорошее. Вот в эти петухи это кошмар. Вот в эти магазинные лоточки яйцо не влазивает. Потому что сама крупная птица и крупное яйцо. Если сбалансированное питание, то они несутся даже в линьки. Но единственное, как я сказала, они год и вынашивают свой потенциал. Поэтому приходится. Вернее, петухи, если слышат, что я начинаю разговаривать, все. Это полный кошмар. Еще соседские присоединяются через три дома. Не знаю, тут мне писали петухи не кукареку. У меня что ли горны были чумовые? Что ли винские? Если они увидели и услышали меня, все. Вот кинула им гордзина, чтобы чуть-чуть пять минут дали тишины. Яйцо. Яйцо, смотрите, яйцо хорошее. Видите, перепелиное. Складываем в эти, потому что не вкладывается. Несутся они каждый день. Один день побольше, другой день поменьше. Но несется перепел вообще великолепно. Начинают в два месяца, там, ну, два и пять дней. В зависимости от созревания птицы и от племенного, как говорят, племенной генетики. Но перепела, птичка, очень хорошая. И как же нам сбалансировать питание для перепелов? Комбикорн перепелинский обязательно. Но никуда мы без этого не денемся. Своя зерна смесь. Все добавки. Все вот это перемешиваем. Потому что в комбикорме может чего-то все-таки не доставать. Особенно сейчас, в это время. И масло. Любое растительное масло с запахом. У меня вот сейчас, покажу, была скидка в пятерке. Я брала вот это масло. Вот. Просто чуть-чуть сейчас польем. Перемешаем, чтобы все соединилось. Здесь сразу ракушечник тоже добавлен. Тоже добавлено. Чуть-чуть сиро. Потому что птицы надо восполнять. Сейчас, видите, какое сейчас все-таки время сыроватое. Поэтому делаем вот такие смеси. Она же ни картошку перепелка не ест, ни свеклу кормовую не ест. Ну, поэтому капусту еще ест. Вешаем по чуть-чуть к маленькой качанчике. Это еще ест. Поэтому надо как-то вот усхитриться. Давать вот это вот. Хотя бы вот в этом кормлении. Ну, вот мои четыре обалдуя. Это гуси. Здесь линда и крупной серой. Живут они в парнике. Это маточное стадо. Нестись они начинают где-то в феврале. Еще слишком рано. Да и не надо. Вот. Несутся они, конечно, тоже в парнике. Стараемся собирать яйцо. Но, конечно же, когда потеплеет. Вот. Потому что перепады температуры большие. Сами они себе там и ставим гнезда. Они потом из соломы делают себе сами гнездо и сами несутся. Здесь один гусак и три гусыньки у меня. Они у нас уже вот третий год пойдут. Как говорится, наше поголовье большое не содержим. А маленькое нам совершенно достаточно. Ну, вот наши результаты. Я считаю, что год был прекрасным. Урожай был прекрасным. Птица тоже была хорошая. Птица несется. Как говорится, девочки-кральчихи рожают. Пишите, пожалуйста, в комментариях о своих достижениях. О своих планах. Мы очень любим общение. Мы очень общительные люди. И я очень люблю общительных людей, которые двигаются, развиваются, идут постоянно вперед. Задавайте вопросы. С удовольствием вам отвечу.